Прошлый урок у нас не было, поэтому вы забыли, что мы говорили две недели назад сейчас. Это урок еврейской веры, еврейской мудрости. И как бы это мое отсутствие, оно имеет причину, которая связана на самом деле с этим уроком, то есть то, что у раба Завмешкова скончалась жена, и мы с рабом Абрамом ехали на утешение к нему домой, поэтому меня не было. Поэтому надо сказать, что раб Завмешков, ну очень многие, не знаю, насколько вы не успели его слышать, потому что он был в больнице со своей женой около года. Проблема была там с сердцем и с легкими. Не раковое заболевание, но тяжелое заболевание, и он оставил все и находился у его больничной койки. Вообще, он как бы, большинство людей знает его по его книгам, которые он выпустил. Это книги на русском языке. Он создал сборный комментарий великих мудрецов, в основном есть на хумаш и на пророки. По сути дела, когда я познакомился с этой, как бы так называется, компендиум, сборник высказываний, сборник комментариев крупнейших мудрецов прошлого, то я сказал, что это, пожалуй, надо перевести и на иврит тоже, потому что на иврите такого нет. Люди не знают, скажем, если раши в какой-то степени касаются, то больших комментаторов, это в основном так называемый Рав Давид Кимхи, Радак, который тоже жил в 13 веке, главный комментатор всех пророков. И Равральбак есть еще в какой-то степени, Рамбан и так далее. Так что это большая работа. Вот человек оставил эту работу, он мне сказал то, что его утешает вообще в его работе, это то, что он знает, что книга читаема тысячами людей во всем мире. Брать себе подвижник, человек, у которого нет работы. И вот на какие-то свои жалкие гроши он еще издает книги, и он пользуется спросом во всем мире. Поэтому надеюсь, что в скором времени он отправится от горя, которое его постигло, и снова может прийти. И читайте свои уроки. Знаете, есть разные лекторы. Есть лекторы, которые читают очень интересно, занимательно. Но есть лекторы, подобные ему, которые дают очень много информации и знания. Обычно люди любят лекторов, которые завлекают, говорят, это тоже очень правильно, очень хорошо. Необходимо популяризация Тары, необходимо, чтобы она как бы нравилась людям. Но вместе с тем, когда ты приходишь в Ешиву, все-таки Ешива, то нам хотелось бы учить, знать, получать информацию, чтобы мы могли бы какие-то вот такие твердые факты и знания, что это так, это так, это так. И это как раз его качество. Поэтому люди меньше нравятся. Люди хотят слушать и получать удовольствие. А потом, когда вы, ну как было, было очень хорошо. А что конкретно ты запомнил какие-то вещи? Вот это, понятная разница, да? Поэтому я здесь стараюсь тоже дать вам информацию, чтобы вы запомнили. И еще одно хочу сделать отступление. Вот тут у меня спросили как-то, ну, несколько уроков назад. Вот правильно, вот такая Тара такая великая, все так хорошо. А вот почему религиозные люди, которых мы знаем в Израиле, да, это не какое-то далекое что-то. Они не такие, кстати, не такие хорошие, да? И среди них есть какие-то проступки, преступления, вот, и всегда, значит, какие-то вещи неприятные о них говорят. Вот как с этим жить? Я думаю, что это дилемма, которая существует для всех нас. Мы хотели бы видеть людей верующих самыми лучшими, самыми мудрыми, чтобы они говорили только хорошо. А вот, оказывается, не совсем хорошо. Ну, поэтому, как бы, вопрос серьезный. Я скажу несколько своих соображений на этот счет, прежде чем мы перейдем к главной теме, которая тоже связана с нашей темой отображения темы «Что такое есть народ Израиля?». Я думал об этом, и, может быть, вы как-то мне напишите или скажете потом, что вы думаете на этот счет. Но, я говорю, одна из причин это, потому что мы узнаем из прессы, да, из средств массовой информации. А, как бы, средства массовой информации, они изначально негативно настроены против торы, против веры, против верующих людей. Поэтому они выбирают самые нехорошие факты, да? Вместо того, чтобы заняться, как бы, как средства массовой информации, должны давать полную информацию, объективную информацию. Но, естественно, это не задача журналиста. Задача журналиста выдвинуться, блеснуть чем-то, и поэтому его интересуют самые какие-то грязные факты. Люди, к сожалению, любят грязь и пот, да, и слезы. Вот это то, что попадает. Поэтому, во-первых, конечно, об этом нельзя судить, о верующем мире, о мире веры. И это первое, как бы, мое отношение к тому, что вот, а вот религиозный кто-то там, вот раввин какой-то, и все, да? И от этого я перешу к второму моменту. Да, есть нехорошие люди. Но ведь мы уже давно научились осудить о общественных явлениях по каким-то общим показателям, о нечастным. Везде есть нехорошие люди, и даже когда мы говорим о нехороших людях вообще, да, об Израиле, скажем, снова можем посмотреть, а сколько вот таких нехороших религиозных людей, раввинов, которые поступили как-то нехорошо и неправильно, да, по сравнению с основным обществом. Если так можно сказать оценочно, по числу мест в Кнессете, да, есть примерно в Израиле, ну, скажем, 25% от населения Израиля это верующие, да. Ну, так как в целом можно сказать 2 миллиона человек, да, 25%, а что с остальными 75%? Поэтому, если уж судить о всем обществе в целом и о каких-то негативных выпадах, всплесках, надо всегда сравнить, что у тех, что у этих, да, совершенно ясно, что статистика будет в пользу верующих. То есть, ну, значит, и вот еще один момент, вы знаете, чем отличается антисемит от человека, который критикует, скажем, евреев, обобщение. Антисемит, вот кто-нибудь, какой-нибудь еврей сделает что-то нехорошее, да, ну, как все люди, да, скажут, все вы такие, да, понятно. Вот это обобщение сразу берет частное, да, мы вас всех знаем. Это подход не только антисемита, а просто человека необъективного, который заранее заинтересован что-то охаять и очернить. Поэтому, когда у него есть какой-то один, два, три факта, он сразу говорит, все вы такие. Объективный человек может говорить, да, вот есть такой случай. Понятно, что и частный случай, если, не дай бог, раввин, да, за меньшим чем-то нехорошим. Очень плохо, это страшно, да, но мы должны всегда смотреть, а что в целом, все такие раввины, вот так, все они такие нехорошие. Враги веры сразу скажут, да, они все такие. Вот попался один, на самом деле все такие. Ну, с таким человеком невозможно говорить, совершенно понятно, что это необъективный подход. Вот, а если мы будем рассматривать именно с общей точки зрения, наша, к сожалению, наша эпоха, наше поколение характеризуется в очень большей степени развращенности. Развращенности в разных аспектах. Поэтому, если мы, скажем, возьмем среднюю школу, как пример, да, средняя школа неверующая, какая там степень в старших классах распространения наркотиков, всякого рода половых нарушений, невозможно, да, в сравнении с этим, снова, когда мы говорим о религиозном мире, он так же, как и нерелигиозный мир не разнороден. Тут тоже надо быть, подходить объективно. Может быть, как мы знаем, все начинается с кипот-сругот, связанных кипот, и кончается черными шляпами, скажем, хасида и сатма. Поэтому это, как бы, говорить о всех сразу, это снова, это желание просто очернить и неспособность или нежелание проанализировать и задуматься над этим явлением. Поэтому, я говорю, в целом, скажем, многие нерелигиозные родители посылают своих детей в систему образования мамлахти-дати. Это религиозное, скажем, государственное образование. Тоже в какой-то степени ассоциируется с кипот-сругот. А религиозные родители, даже и кипот-сругот, предпочитают своих детей туда не посылать. Потому что там учатся дети вот таких. Почему родители нерелигиозные посылают своих детей в мамлахти-дати? Потому что они понимают, что в других школах нерелигиозных страшные дела творятся. Я говорю, наркотики, хулиганство, разврат. Вот они хотят спасти своих детей. Но снова возникает такой приток этих «хороших» детей в религиозные школы, вызывает отток в другие школы. Естественно, и уровень преподавания меняется. Но я не хочу снова действительно здесь говорить по рецепту, мною уже осужденной, что нельзя огульно оценивать что-то. Но всегда надо разбираться, где, когда, кто. Знаете, скажем, вот, когда я бываю в Америке, что интересно в Станисатах, как правило, отличается от нашей жизни в Израиле. Это общины, общины. То есть, там есть, скажем, какая-то община, в которой есть раввин, руководитель. И все прихожане, это как бы его последователи, его ученики, его паства, и он тогда ими руководит. А у нас, что в Израиле, ведет я хожу в синагогу Исраиля Цаир. Там у нас, как постоянный приток, разные люди, просто как самое какое-то учреждение, двери открыты. Кто-то прошел по улице Сысломолица, зашел, да, никакой. Хотя у нас есть раввин, Рава Итан Айзман, известный раввин, но они вообще к нему никакого отношения не имеют. У нас нет общины религиозной. То есть, нет общины? Нет религиозной общины. Организованной? Да, нет, такой не существует. Вот я слышал в Малэ Адумим есть община Маханаима, да. Там на улице Кенор 8, вот есть какая-то группа выходцев из Москвы, которые вокруг себя сплотили как-то еще людей, помогают. Ну, наверное, такие общины есть. Вообще, как бы в этом смысле и Маханаим, и Швут Ами, и Хабад. Здесь в Израиле работали над тем, чтобы создать какие-то гомогенные общины, какая-то самая, центр, который может влиять и помогать. Ну, это слабо, потому что у нас здесь есть больше миллиона людей, которые вышли из России. И эти, конечно, очаги очень важные, очень хорошие, но это, конечно, недостаточно. А у израильтян вообще этого нету, скажем, кроме как Хасидута. В Хасидуте, как мы знаем, Хасид, как правило, он связан с Рэбе, он связан с Адмором. Вот он, как бы, ходит в ту же самую синагогу, где его Адмор находится, Адмор дает уроки, или даже не доходит на хорроки, но сам факт его присутствия, его авторитет очень сильно влияет. И в общине, когда ты находишься в общине, да, то у тебя нету свободного, как бы, выбора, да, потому что все знают обо всех. Поэтому это, как бы, вроде бы нехорошо, недемократично, но согласимся, что это нормальные общественные рамки, которые сохраняют человека. И не только сохраняют, как бы, религиозную общину, но и каждый человек, когда он чувствует свое место и своей связи с другими, он ощущает эту степень обязанности. А так у нас религиозные люди, все не пришли, не пристигнись, сегодня там, завтра тут. Кроме, скажем, поселений, или, как говорят, военизированных поселений, раньше называли, ну, поселков таких в Аюдеи, Самарии. Вот Сендер знает он оттуда, я не знаю, насколько у него, да, Истыко, правильно? Что? Вы Истыко? Нет, из Офра. Из Офра, да. Ну, Офра это большое поселение, там есть разные группы людей. Вот, а в целом есть поселение поменьше, и там есть все-таки какой-то авторитет, централизующий местного раввина, например, Арблаха, это Равель Азар Меламет, вот автор этой книги «Жемчужины Тары», как, не знаю, переводится, «Книпниная Аллаха». И он там, как бы, у него там сотни людей, и все, кто хотят быть в этой общине, потому что есть большая, как бы, положительная сторона в этой общине, да, люди ищут общения, да, не просто зайти помолиться и потом пойти домой. Хотят общения, хотят связи, вот, и там это существует, Арблаха, да, уже настолько говорят, что он, как бы, местный диктатор, да, то есть, действительно, у него есть вся власть, и он устанавливает какие-то нормы поведения какие-то, и люди должны за этим следовать. А если не хотят, нет проблемы, у нас же нет крепостного права, могут переехать в другое место. Правда, это сопряжено с разного рода техническими проблемами, но в целом люди приходят туда, потому что им нравится жить в такой общении, им нравится принимать. Поэтому, если бы у нас в этом смысле в Израиле все это было бы, как в Соединенных Штатах Америки пришел, синагога, да, и там люди друг друга знают, и друг от друга зависят, и друг другу дают пример, и, как бы, общие какие-то нормы, они ограничивают меня от принятия неординарных решений, да. Потому что в целом мы переходим к теперь главному, это общение народа Израиля, это не отдельные люди, да, это община, община, вот. Когда ее нету, это очень плохо. Вот в этом смысле, как бы, Израиль, как бы, страдает этим, мы все страдаем от этого. Вокруг Махон-Меир тоже есть община здесь? Я не уверен, да. Возможно, в ближайшем окружении, здесь, в этом квартале, есть люди, которые между собой связаны. Надо сказать, что в 80-е годы Махон-Меир, выпускники Махон-Меира заложили основу многим поселениям, которые нам сейчас известны. Битар-элит. Битар-элит, это в меньшей степени. А вот все остальные поселки, которые нам известны, Ицхары, Тамары, все, они все учились и здесь, и уехали, да, Бетель, скажем, и так далее. Они по-прежнему между собой связаны, но недостаточно. В любом случае, если я вернусь к этой теме, почему вот верующие такие, значит, мы поэтому, как бы, всегда можем оценить статистически, где, в какой общине, хотя я говорю, что это такая расуфыренная община, не гомогенная, но тем не менее, это община верующих людей. Где меньше преступлений, да, можно статистически, да, как известно, самая большая степень преступников поставляют израильские арабы. Это никто не знает, как бы около 40% преступлений совершается израильскими арабами. В свое время, я не беру теорию, что это правильно, на втором месте были выходцы из России. Я однажды сидел на здесь, в Меграша Русим, за восхождение на Храмовую гору, ну, там было запрещено в свое время стоять, там молиться, вот. И я смотрю в той же самой камере, слушаю знакомый голос, мне известный еще по России, блатные разговоры на русском языке, соскочил, там подскочил, и все это, да, вот это, как бы, в религиозных общинах тоже есть преступление, но это просто все оценивается статистически. Значит, это какие-то маргинальные проценты, совершенно очевидно, что религиозная община, которая страдает от общих болезней, тем не менее, в гораздо меньшей степени. Поэтому, даже если человек хочет охраниться от своих детей, самого себя, от какой-то нехорошей атмосферы, он будет находиться там, потому что у нас все-таки, если есть правильное руководство, мы ставим своей задачей общие цели, общие цели совершенства, совершенствования людей, общие цели хороших моральных отношений. И здесь еще один момент, о котором тоже говорилось много раз, мы скоро к этому придем, вот, я как-то был в Ульпане, не помню точно, ну, на юге, то ли Ашкилон, то Ашдот, это не показывает, но есть там Ульпан Гьюра, знаете, Ульпан Гьюра там отличается от нашего курса, потому что тут, во-первых, не все должны пройти Гьюр, а во-вторых, там очень простая, как бы, система, вот, приехала домашняя хозяйка, хочет пройти Гьюр, записалась на эти курсы, там по вечерам, несколько раз в неделю прослушал какие-то лекции, ну, скажем, полгода, все, она наработала необходимые учебные часы, и ее руководитель этого Ульпана рекомендует в местный Бейден, вот, она идет там, сдает этот экзамен, спрашивает у него что-нибудь, я не знаю, почему нельзя варить, скажем, вот, молоко с мясом нельзя варить, а колбасу со сливками, может быть, можно, я не знаю, я так, конечно, утрирую, но в целом, скажем, у нас, как вы все знаете, Гьюр занимает сейчас, да, Гьюр занимает у нас не меньше года, иногда и побольше, да, а у них это полгода, вот, поэтому, вот, у нас есть одна девушка, вот, у меня сегодня написала из Москвы, она училась здесь все, в женском отделении, но поехала навестить родных, познакомилась с каким-то парнем, и она там осталась, а теперь она хочет вернуться обратно, и она понимает уже, это Маса, раньше она приехала, какая самая дочь еврея приехала сюда по Масе, а сейчас уже она не попадет в Махон-Ура, проиграла эту стипендию, но я ей говорю, никаких проблем, приезжайте в Израиль, сделайте обычную Алию, сходите на курсы, вы быстрее кончите этот Ульпан-Гьюра, чем здесь ребята или девушки, как бы, в серьезном заведении, ну, вы прекрасно знаете, что выпускники Махон-Миира, те, которые должны пройти Гьюр, Бейди не принимаются, потому что это опробировано, известно, что люди, которых мы представляем, им, Бейди, ну, не надо разбираться заново или сомневаться, это, мы даем ответственную продукцию, у нас все люди, как бы, ведь на самом деле, вы знаете, сейчас это, у нас есть новый министр религии, по делам религии, на самом деле, на иврите это называется «Сар-ли-ширутей-дат», «ширутей-дат» – это, как всякого рода службы религиозные, да, ну, скажем, чтобы миквы были построены, там, я не знаю, чтобы синагоги строились там, где не хватает, и все, а он вдруг решил, будучи самым боевым офицером, он решил навести порядок в танковых войсках, и вот он, значит, на свой страх и риск, да, он не равен и нигде не учился, но на свой страх и риск он решил устраивать реформы, одна из наиболее шумных реформ – это Гьюр, да, ну, это он хочет, чтобы, значит, до сих пор положение такое, в каждом городе есть Бейденли-Гьюр, вот, ты человек, который живет в этом городе, должен прийти в Бейденли-Гьюр, пройти этот Бейден, и, значит, он принимается, а он хочет, чтобы люди сами выбирали, вот, я, скажем, не хочу, вот, ходить в Иерусалимский Бейден, я хочу какой-то другой, это твоя права, да, никто не закреплен, казалось бы, ну, правильно, это демократично, но в чем, как говорится, фокус, в том, что есть некоторые Бейден-Гьюр, которые очень смягчают, да, и теперь там получится, что там будет длинная очередь, скажут, ну, у этих можно проскочить, да, вот, это, понятно, это недопустимо, потому что на самом деле известно, к сожалению, что подавляющее большинство людей, которые прошли, скажем, армейский Гьюр, так называемые нативы, они ничего не соблюдают, если, значит, мы говорим так, вообще-то, как бы по-лохе, если человек не соблюдает после того, как он прошел Гьюр, ну, это, как всякие игры, которые не соблюдают, вот, вот, но, значит, и о том, что он, а мы можем тогда сказать, но ведь если он не соблюдает сразу, выйди из Миквы, да, значит, наверное, он обманул, и он врал, да, когда находился в Микве, он говорит, я готов принять на себя законы Израиля, и все, вот, тогда тоже он врал, как мы можем проверить, был ли он истинным или нет, мы считаем, мы, значит, вот этот облегчающий подход говорит так, мы полагаем, что в тот момент, когда он сказал, что он собирается принять в себя законы Тары, да, в нем что-то было какое-то, поскользнула какая-то искра истины, да, и он говорил от всей души, и в тот момент, когда он сказал от всей души, это наше допущение, у нас пока что нету детектора истинности декларации, да, то после этого он уже обычный еврей, который нарушает, ну, как все нарушают, ему можно, вот, по статистике, поскольку после армейского Гиура, скажем, 99% не выполняет с самого начала, можно сказать, что они изначально тоже ничего, вот это, это, как бы, целая тема Гиура, страшная тема Гиура, потому что мы верим в то, что человек, который решил принять еврейство, он духовно переродился, он стал просто, как бы, более того, есть такие известные Ги Рим, которые становятся лидерами еврейского народа, потому что они, как бы, в этом смысле провели большую работу над собой, да, они, как бы, приняли решение, в отличие от того, что я родился от еврейской папы и мамы, мне ничего решать не надо, да, в моем случае это не так, я тоже, как советский гражданин, принимал это решение непростое, вот, а в целом люди родились и все, а Гер, он решил, знаете, осмысленно решил, пришел через всякого рода трудности и добился этого, естественно, он по уровню, да, он стоит высоко, очень высоко, а они говорят, давайте, что же мы будем сеять, вот, приехало, скажем, знаете, сколько есть примерно людей, которые не относятся к еврейскому народу по разным причинам, около полумиллиона человек здесь, в Израиле, вот, они говорят, ну, как же так, такая огромная группа людей, которые, как бы, они будут враждебно настроены к Израилю, вот, давайте мы их лучше огульно объявим евреями, вот, и они будут уже, как бы, относиться положительно, в целом это здоровая идея, но от этого еврейской души у них не будет, вот, а, может быть, они потом скажут, я вот говорил с одним очень ответственным товарищем, и он мне сказал, тоже из России, он говорит, я помню то, что ты сказал 30 лет, ну, нельзя носиться со своим иудаизмом, как с писанной торбой, навязывая другим, все время понижая критерии, да, что же получается, мы себя унижаем, мы говорим, ну, товарищи, давайте, пройдите геюр, мы вам снимем все критерии, только вы примете геюр, у меня бы это вызвало только отвращение и, как бы, унижение какое-то, да, наоборот, у нас это высокие дворцы, и чтобы добраться, надо действительно приложить усилия, вот, в этом смысле, как бы, в этом смысле отношение к еврейской вере, оно изначально построено неправильно, люди говорят, евреи, евреи говорят, вот, как раз вы пришли, я что-то хочу сказать на эту тему, а вот, да, вот, вот, значит, там поймался какой-то раввин, вот, почему вот, а вы говорите, что еврейская вера, она такая, смотрите, вот, раввин попался на мне, не дай бог, на педофилии или еще что-то, снова, это нельзя судить о частных случаях, по частным случаям, о общем явлении, и второе, то, что вот, на этом мы сегодня кончим, перейдем к главной теме, Кам говорит, да, вот я сказал про этот ульпан, вот, одна женщина, которая такому ульпане училась, а я так сидел со стороны, я своего рода был бы контролером или инспектором, так просто наблюдал, что происходит, одна женщина там из России говорит, вот, вы все время подчеркиваете, что вас это законы возлюбить ближнего, как себя, как самого себя, а у христиан это гораздо сильнее, да, вот, ну, там, молодая девушка из жильтянка верующая, она не особенно знала, что сказать на этот счет, а ответ очень простой, в целом, у нас Баафтель Рахакамоха, это, по-моему, во второй части этой книги говорится, вопрос, это не основная заповедь веры, это, как объясняет здесь мудрец, это исходные позиции для того, чтобы постичь более великие и сокровенные вещи, потому что задача еврейской веры, это не добрые нравы и не воспитание добрых нравов, от приближения к Ашему, потому что есть какие-то великие тайны истины, которые есть в нашей вере, которые открываются только тогда, когда ты близок к нему, да, а одни из условий этого, это действительно хорошее, правильно, ни в коем случае нельзя быть ни вором, ни насильником, ни педофилом, но это, как бы, минимум-минимором, в отличие от того, что у христиан, я не знаю, есть какие-то заповеди другие, там, ну, скажем, не вари козленкова, молоке матери своим-то не выполняют, там, ну, скажем, возлюбив ближнего, как самого себя, у нас это частная заповедь, которая имеется в какую-то определенную цель, но не более того, поэтому мерить вообще еврейскую веру по степени выполнения заповеди, это просто не понимать и не знать, в чем суть еврейской веры, да. У нас есть таких, я отвечу сразу, у нас, да, у нас есть очень много высказываний в Талмуде и в Агаде, которые говорят, что эта заповедь самая главная, так, таких много, Ишуэр, Исраэль, Заселение Израиля, это очень важная заповедь, да, скажем, изучение Тарея, это очень важная заповедь, она вообще важнее всего, объясняет нашим мудрецы, что это дело для того, чтобы акцентировать и привлечь внимание, чтобы люди не пренебрегали этим, а на самом деле все 613 заповедей, на самом деле больше, они все одинаково обязательны и одинаково важны, поэтому то, что Раби Акива говорит совершенно правильно, что возлюбив ближнего, как самого себя, это очень важная заповедь, да, Раби Акива это сказал для того, что так это объясняется, это однозначно, это, ну, это одна из 613 заповедей, и если ты выполняешь только одну из этих заповедей, все остальные не выполняют, что ты ничего не выполнил, понимаете? Ну, вопрос о количестве заповедей, как возникла эта цифра 613, это вопрос такой, я пытался в этом разобраться, и сравнивал разные тексты этих 613, знаете, там только 40, я насчитал, которые вообще имеют смысл в нашем... Ну, кто же вы, чтобы решать, что имеет смысл, что не имеет смысл? Нет, я, конечно, сам для себя, да, я для себя, конечно, но то, что все согласны, что это 16-613, это просто надуманно, я не встречал никакой серьезной аргументации против, это просто... Ну, об этом мы поговорим. Ну, конечно, я вам скажу, то, что 613 заповедей является обязательным забит тары, это общепринятое мнение всех мудрецов тары на протяжении тысяч лет, поэтому то, что вы высказываете сомнения, просто говорит, как бы, о вашем уровне, а не о том. Это общее мнение, 100% всех верующих, всех крупнейших религиозных артистов принимают это мнение Рамбама, Рабимуша Бен Майман, который установил это и написал эти заповеди, они общепринятые. Поэтому говорить о том, что вы сомневаетесь или не принимаетесь, просто говорит, о вашем уровне мы идем по большинству, крупнейшие мудрецы тары. Кстати, вы поклонник Раба Кука, он так считает, вы поклонник Рамбама, он так считает. Поэтому это как бы просто надо думать, ну, как бы, кто я и кто они, мы принимаем авторитет мудрецов. Даже если нам с точки зрения логики это не кажется сообразным, значит, наша логика неправильная, у нас логика советская, коммунистическая, и поэтому это плохой инструмент. Извините, что я вас перебиваю все время. Вот, говорите. Извините, что я вас перебиваю. А, не, не, пожалуйста. Но Рамбам как раз настаивает он, прекрасно знал Аристотеля, и он всегда требовал аргументов. Потому что аргументация, которая выдвигается в пользу 613, она совершенно поразительна. Сколько органов в человеческом теле. Причем тут органы человеческого тела. Что это за аргумент? Если ты приводишь такой аргумент, там не слышно, действительно, есть такая... Давайте я вам отвечу сразу, и мы продолжим нашу тему. Рамбам – это тот, который установил полный список 613 заповедей. Я его сомневаюсь? Я не думаю, что она приведена на русский язык. И он объяснил, какими методами он пользовался для того, чтобы вывести 613 заповедей. Поэтому, если вы приводите Рамбама как контраргумент против самого Рамбама, Рамбам считал, что... А что тут количество человеческих органов? А это другой вопрос. Но в любом случае, Рамбам не может быть свидетелем против самого себя. Это он именно установил и записал полный список 613 заповедей, и объяснил, каким образом он их вывел. Поэтому я вам предлагаю, просто читайте это «Огдама Лесефар Митцвод», предусловие к книге Митцвод. На самом деле, это не предусловие, а это как бы большой том, в котором объясняет... Есть уже, да? Есть, да, поможете. Ну, хорошо, теперь перейдем к нашей теме. Я, кстати, вам здесь оставил свою электронную почту, так что пишите мне, будем переписываться, вместо того, чтобы пикировать на уроках. Нет, да, да. Нет, просто дело в том, что когда мы говорим, то меня слышно, а вас меньше, да, поэтому это как бы... Все равно слышно. Слышно, да, да, хорошо слышно, да. Вообще, надо было вам сделать, поставить два микрофона. Один на меня, другой на аудиторию. Так, чтобы слушатели видели, что мы живой класс, и мы обсуждаем, да, они просто как бы... А без этого юрилей не учатся. Да, это верно, это верно. Ну, мы тут много чего наговорили. И сейчас снова вернемся на ту тему, которую я хотел вам и преподал две недели назад. Возвращаемся к предсхождению еврейского народа. И здесь я хотел обратить ваше внимание на... Здесь кажется так. Это первая глава, пункты 35, 36, 37, 38, 39 и дальше. Тоже на ту же самую тему. Он говорит, что касается разума, то из всех живых существ обладают лишь люди, и необходимая вследствие этого возможность исправления качеств индивидуума, а также улучшения управления своим домом и государством, и как появилась политика и социальные нормы. Значит, ну, это очень интересно. Разум, вот, к сожалению, значит, как мы знаем, разум – это понятие очень такое, ну, скажем, интеллект, да, потому что мы различаем разум в терминологии автора книги Тани, основателя Хаббада. Он говорит, есть нашама, есть нафиш и есть нашама. Интеллект на обычном уровне и интеллект на божественном. Нешама – это интеллект на божественном уровне, который проистекает из связи человека с божественным. То есть у каждого человека, скажем, мы знаем, что животные, когда наблюдаешь за какими-то высокоорганизованными животными, они, кажется, действуют разумно, да, скажем, когда они строят ловушку, подкоруливают кого-то или добывают себе пищу и все. Мы считаем, что это высшие инстинкты. А смыслное отношение ко всему – это уже как бы прерогатива человека, который позволяет развивать идеи, строить. А кроме этого, да, интеллект как таковой, научный интеллект, скажем, интеллекта в искусстве, изобразительном искусстве, в музыке – это все действительно человеческие прерогативы. У животных это на уровне, может быть, очень разработанных инстинктов. А кроме этого есть нэшама. Вот это главная точка, которую надо уловить. Нэшама – это нэшама элукит. Ведь когда мы говорим с утра, посыпаемся, мы благодарим тебя, нэшама, нататаби, ты вложил в меня нэшаму. Нэшама – это часть божественного разума, которая присуща только народу Исраиля. Все остальные могут быть великими интеллектуалами, лауреатами Нобелевской премии, а как раз евреи, правда, по случаю, они к тому же по процентам отношений действительно и большее число таких лауреатов Нобелевской премии, но это не важно. Главное, что у нас есть, это непосредственная связь с Ашемом. Как, скажем, если у меня есть телефонный аппарат, и у вас есть телефонный аппарат, мы можем сообщаться. Вот Ашема раздал нам какие-то телефонные аппараты, в результате которых, благодаря которым мы можем с ним общаться. Только нам он раздал эти телефонные аппараты, правда, у некоторых находится в потенциальном состоянии, а у некоторых, как бы, если люди умеют работать, это, собственно говоря, то, что мы должны учиться Таре, как пользоваться этими аппаратами, чтобы общаться с Ашемом, в этом смысле, получать от него информацию, и обращаться к нему, скажем, с запросами, на уровне, скажем, которым пользовался Моша Робейну, как считается, что наиболее, как бы, близкий контакт с Творцом был у Моша Робейну. Хотя мы понимаем, что Творец – это не человек, это что-то трансцендентное, надразумное, да. Но в любом случае, он дал возможность общения с ним, и дал нам какую-то, скажем, аппаратуру, которая нам позволяет с ним связываться, и то, чем мы занимаемся, когда мы изучаем 613 заповедей во всех его деталях, это мы изучаем каналы связи и работы с этим аппаратурой. Да, я так это говорю в прошлом, я неудучившийся радиинженер, поэтому я говорю в терминологии ради, может быть, можно это представить по-разному, да. У каждого есть таким образом. Поэтому теперь в этом плане будет легче понять вопрос, который задает мудрец, мудрец, хазарянину, ну, я уже сказал, что это все на самом деле и вопросы, и ответы, и это все принадлежит авторству того же самого человека, Раби Иуда Аливи, известного знатока Талмуда. Он просто как бы построил это в такой форме диалектической, для того, чтобы это было интересно людям. И он говорит так, вот он сказал, да, в 35-м параграфе, он говорит, человек обладает интеллектом, он может поэтому улучшать социальные нормы, и как бы строить государство, развитие, все это возможности развития, это, безусловно, принадлежность или как бы отражение человеческого интеллекта. Он говорит, а какая степень, это 37-й параграф, глава 1, 37-й параграф, и какая ступень будет выше этого, сказал хазарянин, ступень великих мудрецов, да, понятно, да, вот есть человек умный, он построил хорошо дом, построил какую-то свою компанию, да, или создал какую-то, какую-то самые нормы человеческого взаимоотношения в рамках какого-то государства или общины, а что может быть выше этого? Он говорит, ну, это великие мудрецы. В 39-м параграфе он говорит так, я имел в виду ступень, которая отделяет тех, кто на ней не находится, субстанционально, ну, тут это перевод нашего российского современника, я уже не знаю, что такое субстанционально, подобно тому, как растение отличается от неживой природы или человек от животных. Однако, количественные различия бесконечны, так они, ну, здесь он, действительно, наш переводчик использовал слишком такие, ну, какие-то термины, не очень, как бы, совместные. Он говорит, следующее, он говорит здесь, на самом деле, он говорит, мы заметили, он говорит, что природа построена таким, очень, как бы, ступенчатым образом. Есть, в каждом виде, есть связывающиеся вино со следующим видом, да, как мы знаем, есть, скажем, ну, особенно показать, ну, растений, которые, растения, растения, на самом деле, они охотятся за насекомыми, за насекомыми, да, да, вот открывают лепестки, там, эта самая пчелка, там, это бьется, вдруг, хоп, и, значит, оказывается, что это пасть, на самом деле, чего-то, что поедает эти растения. То же самое, как мы видим, он говорит, ну, я не знаю, наверное, и в неживом мире, есть такое, какое-то переходное состояние от неживого мира к растительному миру, да, очень трудно уловить четкую грань, всегда есть какое-то явление неживого мира, которое, на самом деле, уже не совсем принадлежит к какому-нибудь камню, а, на самом деле, обладает и какими-то животными функциями, всякого рода моллюски, там, я не знаю, кораллы, я об этом не специалист. Вот, и он говорит, то же самое и у человека. Последняя ступень животного, это, скажем, вот, высшие приматы, обезьяны, которые, как бы, являются промежуточной ступенью между животным миром и человеческим миром, да, поэтому, как бы, исходя из этой логики, он предлагает, вот, мудрец предлагает Хазарянину найти промежуточную степень между человеком и высшим разумом. Вот, как бы, скажем, ну, это прием своего рода, вот, скажем, с точки зрения науки совершенно не обязательно, что даже если мы признаем, что есть высший божественный разум, что должна быть какая-то промежуточная ступень между человеческим разумом и высшим божественным разумом. Ну, это его, это его, как бы, посылка, концепция. И тут я вам говорю, как бы, очень важную вещь, я уже сказал об этом раньше. Раби Юда Леви, он знаток Талмуда, он не философ, он знаток Талмуда, и все, что он нам говорит, это просто то, что он, как бы, нам передает мудрость мудрецов Талмуда. И, как бы, и поэтому мы говорим, это общий подход еврейской веры. И в этом смысле, так же, как я сказал, по поводу того, что Рамбам записал и доказал, что вот таковы 613 заповедей, и мы это принимаем, да, потому что, как бы, стало в тот момент, когда эти вещи стали общепринятыми всем, всеми мудрецами народа Израиля, когда я говорю, всеми мудрецами народа Израиля, я имею в виду, на протяжении веков, да, включая самые последние. Так и тут, то, что написал Рабью Дай Леви, он сделал просто, как бы, выжимку из Талмуда во все, что касается вопроса веры. Вы знаете, есть, как бы, люди, которые знают Талмуд, они, предположительно, знают и законы еврейской морали, да, и какие-то нормы, и какие-то, как бы, вопросы, связанные с духовными аспектами. Но это предполагается, потому что такое, это требует специального анализа, то есть, надо взять весь Талмуд, проанализировать его и сделать вот, из этого на базе этого написать, а что является представлениями еврейской веры, кто такое Бог, да, что такое человек, что такое народ Израиля, какие обязанности, все, это доработал он для нас, делал, поэтому вот эта небольшая книжечка, она на самом деле, это, как бы, походный Талмуд, взглядов и основных идей. Поэтому, то, что я вам сейчас говорю, это не мое, конечно, и не переводчика нашего, он отражает общий подход еврейских мудрецов, еврейской веры, ну, кого мы знаем, скажем, ну, поскольку Талмуд кто составлял? Основа Талмуда, это были мудрецы времен до Рабяки, Рабяки в этом смысле был позднейшим, правильно, как мы знаем, есть период Танаим, он начинается примерно с эпохи восстания Хашмунаим, Маковеев, поскольку это победа Маковеев над посторонниками Аристотеля и греческой веры, она как раз знаменовалась и тем, что была борьба между сторонниками эллинизма и сторонниками еврейской веры. Сторонники еврейской веры считали, что Тара это сборник заповедей, обязанностей, а сторонники эллинизма мы говорили, что это набор всякого рода идей, поэтому можно ими играть и распружаться как угодно. Поэтому в этом смысле это было еще до Раби Акива, когда он нажил Раби Акива, мы знаем, примерно во времена до немного разрушения храма и после разрушения, то есть в нашей эре, наша эра проявляет Анна Доминум, это христианская эра, нового времени, первом веке, да, а все это начиналось скажем во втором веке до новой эры и там уже есть, поэтому у нас в этом смысле книга Мишна Абот, Перке Абот, они поднимают эти пласты и приводят эти высказывания с того времени. В любом случае вот он говорит здесь, что же может быть промежуточного между человеком и божественным, то есть априори полагается, что это должно быть, что так же как и есть переход от одного к как бы формации от окаменелости к растительному миру, от растительного мира к животному миру, от животного к человеку, должна быть и последняя формация какая-то от перехода и связи от человеческого мира к метафизическому, должна быть связь. Ну, это как бы беззаказуемая посылка, вот он попытается здесь доказать, что да, это имеет место и он сказал хазырянин, если так, то в мире, который воспринимается чувствами, нет степени выше человека, да, то есть, хотя он сказал вначале, что есть какая-то ступень великих мудрецов, пророков, которые способны постигать метафизическое, он говорит, я говорю о не отдельных людях, а я говорю о какой-то как бы вид, да, как есть вид животных, так и должен быть вид человеческий, который обладает способностью постижения надразумного, да, хазырянин поднимает руки, он говорит, люди, все, все, все равны, все одинаково воспринимают, не может быть такой какой-то определенной, скажем, ну, как бы, этнической группы человеческой, которая бы обладала такими свойствами, которые ты хочешь сейчас найти. Сказал мудрец, ну, если ты обнажешь человека, который, войдя в огонь, и это не повредит ему, много людей будут воздерживаться от еды, не испытывая голода, и лице его будет светиться так, что глаза его не выдержат этот свет, имеется в виду безусловному Шарабейну, имеется в виду, рассказывал этих трех святых людей, были борщены навухаднеццером, там разные мнения, в печи они там остались и не стояли, но это еще, как бы, это чудесное доказательство. Он говорит, так же, как тот ложится спать на ложе в известный день, в известный час, он говорит, умирает своим выбором, умирает, когда он решит, это снова ссылка, безусловно, на Муше, который решил, что кончилось его время, поднялся на гору Нево, и после этого он и сейчас, мы на самом деле не знаем, нету могилы Мушарабейна на горе Нево, но можно сказать, это отдельный человек, да, и главное, вот это завершающий пункт 41, говорит главное, и это все вдобавок к тому, ничего себе вдобавок, что он будет обладать знаниями сокрытого из области того, что было и что будет, не является такая ступень существенная, отличающаяся от ступени людей, сказал Хазар, действительно, эта ступень является божественно-ангельской, если она существует, и она относится к сфере божественного, а не интеллектуального, чувственного или природного. значит, понятно, что мы считаем, что да, такая формация существует, просто раб Юда Леви подводит из подвали, ну, я вам скажу так, неважно, убедят ли вас его доказательства или нет, а ведь нам главное, мы хотим быть евреями, мы хотим воспринять еврейское восприятие, понимание мира и божества, так вот он нам это говорит и преподает, сказал мудрец, это некоторый исчерт того самого пророка, относительно которого никто не спорит, Мушарабейни, через него массом открылся связь божественного с ним, и они узнали, что есть Бог, который управляет ими по своей воле в соответствии с их постушанием или неповиновением. Он, этот пророк, открыл им тайны и сообщил, как был сотворен мир. И так люди произошли от Адама и их родословное до потопа, а затем рассказал о потопе и о прозрении семидесяти народов от Шема, хама Яфета, сыновей Ноаха и так далее. То есть, на самом деле, мы уже говорили, в самом начале я вам читал о том, что когда этот мудрец, хазарянин, обходит представителя разных религий для того, чтобы как бы решить, кому он должен, по какой линии он должен идти, скажем, христиане, мусульмане говорят о Творце Вселенной. И всех, то, что мы знаем о Творении. Кроме евреев, которые говорят, мы верим в силу, которая вывела нас из Египта. И на этом, если вы помните, говорит хазарский мудрец, вот я так и знал, что к евреям не зачем обращаться, потому что когда-то были великим народом и факт, что вы были основой для как бы христианской и мусульманской веры, на самом деле, как мы знаем, и греческой философии. А сейчас вы измельчали, находитесь в изгнании и прочее, и прочее. Поэтому у вас подход чисто такой исторический, а не метафизический. Вот они говорят, мы верим в мусульмане, христиане говорят, мы верим в Творца Земли и Неба, впрочем, вот это как бы величественно, а вы говорите об исходе из Египта. И на это он отвечает то, что здесь сказано, что мы не были и не христианский священник, и не мусульманский мула не был при сотворении мира. Поэтому этого мы не знаем. То, что мы знаем, то, что с нами произошло конкретно, что записано у нас в истории. А то, что мы знаем о сотворении мира, мы знаем опосредованно. Отто Мушарабейну это он нам рассказал и поведал. Поэтому в той степени, в которой мы видим, верим в его откровение и в его связь с Творцом мы можем верить в то, что то, что он рассказал нам, это было именно так, а не иначе. То есть здесь таким образом главным моментом, который нас интересует, верим ли мы в то, что Мушарабейну и потом через его посредство всему народу Израиля открылось нечто нечеловеческое, трансцендентное, которое один раз в истории обращалось непосредственно к человеку и было услышано им. Там задается вопрос «А почему, собственно говоря, скажем, было стояние у Горисии на искре?» А зачем нужно было это вообще? Можно было посеять в разуме каждого отдельного человека вот эти знания и представления, которые были изложены вслух. Он говорит, это очень простой способ проверки истины, потому что если ты слышишь, это обращено ко всем. Ты говоришь, ты слышал это? Слышал это? Да, я слышал. Миллионы людей слышали одно и то же. Таким образом, это истина. А так, как говорит Мухаммед, ему приснился сон и вот у него было откровение и все. Это никто не может проверить. Поэтому тот факт, что там было много людей, это было не случайно, а намеренно для того, чтобы эта истина не подвергалась сомнению. Ну, конечно, сейчас люди, не знающие, говорят, ну, это раввины придумали, что было какое-то дарование на горе Синайской. Кто это знает? Но мы обратили внимание на то, что в еврейской истории, в еврейской вере есть очень странное отношение к передаче памяти из истории. Я бы сказал, что это один из фундаментальных законов или сил еврейской веры отношения к истории как к чему-то божественному. Поэтому сказано прямо в Таре помните, запоминайте, передавайте из поколения в поколение. То есть, как бы, понимая, очевидно, что именно так и произойдет. Потом придет 21-й век, мы скажем, ну, было-не было, кто-то рассказал, какие-то раввины придумали, мы должны в это верить. А мы скажем, смотрите, как культивировалась память о происходящем. Это само по себе явление исключительное, чтобы люди считали, что передача информации исторического порядка имеет божественный характер. И как это объясняется, да, прямо в книге Дворим, прямо сказано, бину шнот дор вадор. Бину от слова бина, это размышление, анализ, шнот дор вадор, это история поколений. Всегда задумывайте и изучайте. Почему? Потому что, когда мы знаем историю человечества и историю еврейского народа, мы понимаем направление развития божественной мысли. Тогда мы можем понять, что вот, было дарование Тары, были сообщены какие-то великие направляющие идеи, и мы сейчас можем проверить. А вот эти люди, человеки, которые такие нехорошие, грязные, глупые, а все-таки это как-то работало, это куда-то их двигало, это происходило, и можно сказать, да, но интересно, да. А если бы это было все какое-то мифотворчество, то люди бы сказать, забыли бы сразу бы, и сказали бы, а это муж Рабейну придумал, никого это не было, никого это не интересует. Как ни странно, да, с его времени и до сегодняшнего дня люди по-прежнему остаются верным этим доктринам, понимаете? Вот как это, я скажу, мне повезло, я скажу так. Мой отец был еще коммунистом, тем не менее, устраивал пасхальный седр и рассказывал о исходе из Египта. Откуда это он знал? Он знал это от своего отца. А откуда его отец знал от его отца? То есть, представьте, вот такая самая банальная связь поколений, никогда она не прерывалась. То есть, если бы вдруг кто-то бы проснулся и сказал, а вот мне привидел, если бы людьми, ну ему привиделся, кого это важно. А так все вместе слышали какую-то информацию, восприняли и действуют. Вот я хочу, да, я тут несколько отвлекся, хочу как бы задуматься снова над этой идеей. Были даны на горе Синайской какие-то руководящие цели и идеи, да, и мы хотим проверить, действительно происходит, это как бы двигается в этом направлении, однозначно, да, это трудно, потому что все-таки речь идет о людях, человеках, как всем известным слабостями, но тем не менее, безусловно, есть прогресс развития. И даже более того, эти самые идеи оплодотворяют не только народы Израиля, но и другие народы, потому что, скажем, если мы бы предъявили бы кому-то требование о гуманности, скажем, тому же самому Навохадносору, ты почему людей убиваешь, да, вторее сказано, нельзя убивать, да, он бы сказал, вообще, кого это интересует, а сейчас ни одно, даже самое каннибальское какое-то племя не сможет явно говорить, убиваю, и хочу убивать, и буду убивать, да, это сразу будет воспринято как какой-то нонсенс, мы люди, мы не имеем права убивать, мы не имеем права проливать кровь, мы не имеем права насиловать, ну, правда, есть всякого рода когда оправдания и какие-то обстоятельства, когда вынуждены воевать, да, то есть, на самом деле, не только с народом Израиля происходит этот прогресс, но происходит он и со всем человечеством, то есть, да, это работает в нужном направлении, ну, работает не с должными, как бы, темпами, не с темпами, которыми мы хотели бы, чтобы это произошло, это трудно, как бы, Это большая проблема, большой вопрос. Но если мы говорим об истории, есть очень важный принцип или важная концепция понимания истории евреями в еврейской вере. Это скачкообразное развитие истории. Это потом воспринято, по-моему, и в диалектическом материализме. Насколько я помню, это учил в институте. На самом деле это идея еврейская, что есть, с одной стороны, совершенно очевидно, накопление и переход от количественного к качественному, но, кроме того, есть переход, который нельзя предсказать даже не по принципу геометрической прогрессии. Вдруг происходит какое-то явление, которое в какой-то степени является суммирующим происходящего, но совершенно не очевидно, что оно должно иметь место. И тем не менее оно произошло, и оно направляет дальнейшее развитие человечества. Это необъяснимо. Но, коль скоро мы знаем, что один раз это точно произошло, когда, скажем, ну, жили евреи в Египте, да, скажем, мы знаем, совсем не так плохо жили. Правильно, когда мы говорим о том, что все время был ропот и люди говорили, давайте вернемся в Египет, там было лучше, да. Там кормили лучше, да, и как бы есть многие, как бы иронически высказывали на этот счет, конечно, уже как бы привыкли к плети, и это было нормально. А зато кормили сытно, да, рыбой там кормили, и все, вот это человеческая природа. Но, тем не менее, вдруг взял какая-то сила и сказала, все, их сейчас надо, им надо даровать старую. Почему он решил, что наступило время? Потому что у нас, мудрецы, говорят, есть какие-то законы, предписанные развития, да. Какой-то период времени, независимо от уровня развития человечества, должна наступить следующая фаза, и она произошла, да. Вот наступило время дарования тары. Если вы помните, и не знаю, как бы в прошлом, смотрите, вот Саша записал мои уроки из прошлого года, там я об этом говорил, вот, как бы у нас была на этой неделе Парашат Шмот, да. Я говорил о какой-то интересной части, это как бы становление Моше. А ведь самое интересное там, ну, скажем, тоже интересно, это Моше получает наказы от Ашема, что он должен идти освободить народы Египта из плена. И там Раши поясняет. Моше говорит, а разве я могу вывезти народы Израиля из Египта? Ну, там, как бы, естественно, он как бы сомневается, кто он такой. Но Раши показывает, что этот вопрос он задал до этого. Два вопроса задал Моше Рабейну у Тернового куста. Первый вопрос, способен ли я это вывезти? И на это мы видим, дальше идет ответ, он говорит, да, ты не способен. Ты будешь моим посланием, а выводить буду я их. А вот второй вопрос, который Моше Рабейну задает, ну, не знаю, может быть, на следующем уроке, в неделе все-таки об этом очень остановлюсь, потому что это очень важные основополагающие идеи. Он имеет в виду Моше Рабейну, говорит Кадыш Буруху, смогу ли я вывезти этот народ? Уже не потому, что я не смогу, это уже понял, он не сможет действительно. Человек не может это сделать, если на это нет великой воли. А второй вопрос, который он задает, хотя он и звучит похоже на первый, он означает следующее. Эти люди находятся на очень низком греховном уровне развития. Они не достойны для того, чтобы стать свободными людьми. И на это, как говорят наши мудрецы, читая то, что там написано, они говорят, он, Ашем, отвечает. Это не твоего ума дело. Пришло время, я должен внести Тару в мир. Наступило время, когда я должен внести Тару в мир. И поэтому, независимо от того, готовы они или не готовы, это самое неотвратимое. Вы знаете, как снова мы учились в диалектическом материализме, что свобода – это осознанная необходимость. Учили это, да? Так и вот, это как бы, вот она и есть. Осознанная необходимость. Необходимо внести в мир Тару. Получателем этой Тары может быть только народ Израиля, у которого есть вот этот самый смартфон, который способен контактировать. Хотя он еще находится в футляре, и люди еще не умеют им пользоваться, но у них это есть. И поэтому им я должен, я должен. Это мне нужно, говорит Ашем. Это не им нужно. Мне нужно дать Тару в этот мир. И через них я это дам. Поэтому, да, действительно, они несовершенны. Они не заслужили того, чтобы им давать ничего. Они будут находиться в пустыне 49 дней. И за эти 49 дней я сделаю с ними всю необходимую трансформацию для того, чтобы они в момент получения Тары достигли нужного уровня для восприятия. На сегодня я кончаю. Так у нас Рафаэрман просил кончать в это время. Поэтому спасибо за внимание. Пишите мне, я буду вам отвечать.